Ольга Назарова. Пёс из породы хранителей и праздник противоядия будням. Читает Галина Горыня. Глава первая. Совершенно родственная пиявка или нечаянно свести с ума врача. Кот-рыжик смотрел на падающий за окном снег и вздыхал. Он-то мечтал поиграть с мышкой, но она глянула за окно, презрительно фыркнула на метель и ушла в мягкий теплый лежак у батареи. Аля, которая снег ненавидела, вовсе отказывалась отходить от батарейного бока надолго. — Тень, ну давай поираем, — заныл рыжик. Тень обычно от такого предложения не отказывалась, но сейчас была очень занята. Уволакивала к себе в домик огромный кусок сухого хряща, выданный Беку. Кусок урса она уже спрятала, а теперь старалась как можно больше увеличить свои запасы. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и это касается даже маленьких собак. — Отстань! Иди отсюда! — рычала Тень. — Вредная ты какая! — вздохнул рыжик и поплелся в детскую. Там он подставил бочок Алене, но долго начесывать его она не могла, надо было заниматься со Степкой. Овчарка Айка следила за каждым ее движением, что-то одобрительно пофыркивая, а пес Урс лежал на пороге детской и наблюдал за Аечкой. Матильда и Марина сообща готовили ужин. Леха закрылся в комнате и вроде как делал уроки, зависнув в смартфоне с новой игрушкой. Короче говоря, никто не горел желанием развлекать рыжика. Оставался только Бек. Ротвейлер дремал на лежанке, отдыхая от активнейшей пробежки, и на все подходы рыжика ответил одним емким «Отвяжись!» — Ну вот, опять никто не хочет играть! — запечалился рыжик и отправился попытать счастья к кассе. Поскребся в дверь, отделяющую лоджии, и позвал. — Кась! Кася! Ты поиграть не хочешь? Кася всегда очень и очень одобрительно относилась к веселой возне и согласилась с радостью. Отработанным движением легко открыла задвижку и запустила рыжика. — Только играем тихо! У нас Ваня с ночного дежурства пришел, спит. — А Блэк с нами не будет? — спросил рыжик. — Чего это я не буду? Конечно, буду! Черная мохнатая махина на самом деле представляла из себя очень молодого пса, чуть вышедшего из подросткового возраста. — А где играем? — А ты дверь вот тем горшком с цветком прижми! Лапой его, лапой! Вот так! Теперь будем бегать тут, а то ты все перевернешь! Деловито распорядилась Кася, довольно осматривая гоночную трассу, получившуюся из лоджии четырех квартир. — И погнали! — скомандовала Кася, толкнув носом свой любимый мяч. Иван устал до состояния тихого помрачения. Уснуть попытался сразу, как только закончилось его дежурство. Сообразил, что за руль в таком состоянии садиться опасно. Вызвал такси. Хорошо хоть успел адрес сказать. Спал всю дорогу. Таксист, догадавшись, что везет медика, благо, что видел, откуда тот вышел, выключил музыку и посматривал на усталого мужика сочувственно. — Воу! — мотался-то бедняга. — Ругаешься так на свою работу, ругаешься. А ведь у них-то вообще жуть! — думал он. Света была еще дома. Собиралась она с Иваном поссориться за то, что опять набрал ночных дежурств ради сестрички. Глянула на него, да и не стала. Прямо в горле слова застряли. Заторопилась, едва успела его завтраком накормить. Знала, что иначе сейчас упадет и будет спать голодный. Я его потом попилю и погрызу. Сейчас-то аж смотреть на него больно. Вот же бедняга! Света вздохнула над спящим мужем, укрыла его и убежала на работу, по дороге выстраивая всевозможные планы, как бы оторвать пиявку-сестрицу от Ивана. — Вот же бесстыжая тварюга! Ну, хочется тебе пошикарней жить! Иди хоть что-то делай! А то в общаге ей жить влом! А ведь общага-то отличная! И ремонт, и мебель! Ах, деточке не нравится, что в комнате кроме нее еще три соседки! Ну, так хоть аниматором на детских праздниках подрабатывай! Света нашла среди коллег даму, у которой дочка училась в том же самом театральном вузе. От нее узнала и про общежития, дочка частенько у сокурзниц в гостях бывала, и о том, как они подрабатывают. Вот только нежная и трепетная Юлечка ни в какую не собиралась прилагать хоть какие-то усилия для улучшения своей жизни. Гораздо легче, привычнее и приятнее было тянуть деньги с брата. Света два раза поругалась с мужем. Уже даже почти собралась с ним развестись. Но Ванька так перепугался, что Светлана разводиться передумала. Сжала кулаки и решила, что за собственного мужа будет сражаться с любой гадиной. Ладно, бери деньги от сдачи твоей квартиры и сними ей однушку. Вздохнула Света, решив, что пусть эта паразитка месяц покайфует. А она пока разработает меры противодействия. Все бы так и было, но Ванька категорически отказался. Я живу у тебя. Мы решили, что деньги от сдачи идут на погашение ипотеки. Чего я буду лезть в семейный бюджет? Нет, так нельзя. Ты и так больше зарабатываешь. Чего это я за твой счет буду сестру содержать? Я лучше подработку возьму. Да не переживай. Мне не привыкать. Дурень принципиальный! Света излилась на него и жалела, когда верный своему слову Иван стал приходить домой с сирой от усталости и падать, проваливаясь в сон. Он засыпал на стуле у двери, в кухне, в ванной под душем, льющемся ему на голову. А тварь Юлька в комфорте и гордом одиночестве жила в однушке около вуза, снятой ценой Ваниного здоровья. Вот гадина! Не могу! Словно у самой руки связанная Ванька в заложниках. Переиграла меня любимая аж до визга свекровь. И вроде как она-то ни при чем. Скромно перевела дочечку, устроила в общажечку, даже пожурила за то, что Юльчик братцу пожаловалась на невыносимые для нежного домашнего ребеночка условия жизни. Света не могла себе позволить отвлекаться в рабочее время. Зато в обеденный перерыв сидела с таким лицом, что коллеги опасливо обходили ее подальше, предсказывая кому-то скорую и мучительную юридическую кончину. Кому сказать? Не могу справиться с соплюхой-студенточкой. Хотя нет, не с ней вовсе. Мне эта Юля на один зуб. С Ванькой я не могу справиться. В нем проблема. Он честный и ответственный, заботливый и любящий. Вот и попадается на горючие слезки этой родственной крокодилицы-кровопийцы. Мне бы его убедить, что не посильно ему это. А как? Он же ж мужик. Он же может все. А я с ним, может, всю жизнь прожить хочу. Детей вырастить, внуков увидеть. А он себя гробит. Света прямо воочию увидела своих троих, нет, четверых внуков. Ну уж нет. Так не пойдет. Раз сама с ним не справлюсь, придется использовать оружие массового поражения. У меня под носом бабуля и Матильда проживают, а я все страдаю. А чего спрашивается? Пойду к ним, обрисую ситуацию. Им хорошо, разминка, и мне полезно. А для Ваньки это таки вовсе вопрос выживания для наших будущих потомков. Иван сам себе боялся признаться в том, что взвалил на себя ношу непосильную. Уставал жутко. Кроме того, Светка злилась и даже поссорилась с ним. Предложила брать деньги со сдачи квартиры или с его зарплаты. Но он оскорбленно отказался. Еще не хватало жить за ее счет. Взял ночные дежурства. Едва-едва успевал голову оторвать от подушки, как снова надо было ехать на работу. Вот и сейчас голову поднял, даже не сразу сообразил, сколько сейчас времени, какой день недели, засобирался было, а потом дошло. У него завтра его свободный день, можно спать дальше. Счастье-то какое! Только уронил себя обратно на кровать, укрылся поуютнее, как вдруг где-то неподалеку раздался детский голосок. Кася! Кася, ну зачем ты жулишь? Ты же лапкой мячик подтолкнула, он и убежал от меня. Кася! Это нечестно! Блэк, ну скажи, что так нельзя! Сон какой смешной, подумал Ваня. Словно Светин племянник Степка уже вырос и в мячик играет. Раздавшийся в ответ голоску приглушенный собачий лай был выразительным и на диво наполненным разными интонациями. А с ним собаки наши говорят. Уже проваливаясь в дрему, лениво размышлял Ваня. Кася, ты опять? Я Урсу пожалюсь! Детский голосок приближался к Ване. Тот приоткрыл глаз и выглянул из-под одеяла, решив, что интересно же посмотреть на племянничка. Какой он вырос? Ну, понятно, что во сне, но все равно интересно. Топоток проскакал по коридору, догоняя яркий Касин мячик. И в комнату влетел молодой рыжий котик Рыжик, подобранный Лешкой. Ване Рыжик понравился сразу. Прямо при их первой встрече Ивану припомнилось, как ему еще в детстве мечталось о рыжем котике, так что Иван кота всегда с удовольствием гладил. Вот сон, как забавно переключился. Снился мальчик, а тут котик. Ваня собирался глаза прикрыть, но тут кот открыл рот и... Кась! Это... Так ты не жулишься? Кто сбоку мячик толкнул? Сказал кот. Кася, заскочив в комнату, тихо фыркнула, указывая на Ваню. Рыжик обернулся, но Иван, не собираясь спугнуть такой волшебный сон, прикрыл глаза. Ну, надо же! С детства такие чудеса не снились! — восхитился он. — Да спит он! — отмахнулся кот. — Вот теперь и доставай мячик сама, раз он из-за твоей жулисти под шкаф загнался. Кася что-то проворчала, но Рыжик был непреклонен. — Я точно все видел! Хочешь, давай у Блэка спросим? В снах бывает все. И Иван совершенно не удивился, если бы его пес тоже заговорил. Но нет. К сожалению, он разглагольствовал явно по собачьи и тоже кивал на Касю. — Я ж говорю, жулишь! Доставай теперь! — Рыжик сел, гордо задрав голову. А Кася хмуро отправилась добывать мячик. — Нет, она бы поспорила. Мелкотерьерская натура прямо требовала хорошенькой свары. — Но Иван спит совсем рядом. Да и поиграть дальше хотелось. Короче говоря, Кася полезла под шкаф, решив, что в следующий раз подталкивать мячик станет более хитро. Мячик добылся с третьей попытки. Кася гордо продефилировала мимо кота, а потом, не в силах беззвучно спустить мелкому рыжему поросенку его поведение, сделала неожиданный выпад в его сторону. — Ки-и-и! — взвизгнул Рыжик, инстинктивно сделавший то, что делают все кошки, когда пугаются. Всем известно, что крыса от страха побежит вниз, собака вперед, а кошка вверх. Рыжиковский вверх оказался кроватью, на которой Иван лелеял свой замечательный сон. Лелеял ровно до того момента, пока этот самый сон не оказался на его организме. Сон оказался весьма увесистым и голосистым. — Мамочки, ты что? Ты чего пугаешь? Рыжик сначала заорал, а потом, увидев, с каким мужецем смотрят на кровать Кассия и Блэк, сам повернул голову направо, уставившись в полный ужаса глаза Ивана. — Ой, мама! Мамочка! — взвизгнул Рыжик, которому Урс пообещал страшные кары, заболтовню с любым человеком, кроме тех, кто уже знает о его необычных способностях. Не кстати вспомнился и очень серьезный Меун, строго-настрого предупредивший Рыжика о том, что о говорящих котах могут знать только самые близкие люди. Посторонние могут решить, что ты глюк, попытаться убить, или что ты инопланетянин. Кто это? Такое пугало, которое люди придумали, чтобы объяснить все, что у них понять не получается. Тоже могут попытаться убить. Или поймать и сдать на опыты. Тогда совсем-совсем каюк. Крупный рыжий кот Меун поежился. Я знаю, что многие из нашего рода всю жизнь могли прожить с хозяевами, и те даже не знали, что их коты умели говорить. Они раз в 10-15 лет уходили, типа постарели, пора умирать. А потом, через пару месяцев, возвращались. Люди видели животину очень похожую на их умершего кота и брали в память о том ушедшем. А потом все вспоминали о любимом котике, рассказывая ему же о нем самом. Казалось бы, открой рот, да и расскажи, и не надо птицу феникс изображать. Только вот люди, существа хрупкие, не все могут понять и принять. Не каждый из них может спокойно осознавать, что вовсе не все в этом мире знает. Так что ломать такую хрупкую личность ненужными откровениями не стоит. Мне вот повезло, у меня хозяйка и вся ее семья очень даже спокойно восприняли мое существование. Тебе тоже свезло просто удивительно, но больше не рискуй. Рыжик, несмотря на то, что был еще совсем молоденьким, даже можно сказать, маленьким, говорящим котом, предупреждение запомнил отлично и рисковать не собирался совершенно. — Это оно само рискнулося! — пропищал он, словно оправдываясь перед Урсом и Меоном. — Ой, что это? — едва выговорил Иван, глядя прямо в янтарные глаза Рыжика. — Это не я! — взвыл тот и махом промчавшись по Ивану, рванул в коридор. За ним умчались и Катя с Беком. Иван только глазами хлопал, ошеломленно оглядывая опустевшую комнату. — Так, и что бы мне сказал мой коллега-психиатр Дмитрий Васильевич Полюшев? — уточнил Ваня у себя. — А сказал бы он мне что-то вроде Ивань, так с глузду съехать можно. И ведь все высоконаучно и абсолютно точно сказал бы. Прямо готовый диагноз. — Интересно, меня Света в психиатрии навещать будет? Или разведется? Поясним на прощание, что она ведь предупреждала, и так переутомляться нельзя. Вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа. Ивану было страшно думать о том, как оно может быть. А других собеседников, даже того же кота, выскочившего прямиком из его сна, вокруг не наблюдалось. Все, спать, спать. Правда, хорошо бы мало снизить темп, а то уже и котики, говорящие, мерещатся. Да так увесисто мерещатся, прямо по всему организму. Продолжение следует...